Здравствуйте, с вами Доктор Немезис, и как вы уже догадались, это очередная часть рубрики Противостояний, в которой сойдутся Канеки Кен и небезызвестный вам мутант Логан, или же Росомаха. И кроме того, что видео сделано по просьбе одного из подписчиков, также оно будет приурочено к недавно вышедшему трейлеру новой игры об когтистом мутанте. А Канеки Кен в данном сравнении будет взят из временного промежутка второго сезона. И как вы уже все догадались, моим соведущим в этой рубрике неизменно остаётся мой друг Евгений. Давайте не будем затягивать его, скорее начнём. И первым нашим критерием являются способности наших персонажей. Регенерация Росомахи позволяет ему справляться с любыми ранами, болезнями и ядами, а также замедляет старение организма примерно на тысячу лет. Адаманьки выстилит совместно с регенерацией, делая это Росомаху неубиваемым, хоть и ослабил способность к самоисцелению. Не стоит забывать про повышенные физические навыки и негендарные смертоносные когти. Канеки владеет огромной физической силой и регенерацией, которая усиливается при поглощении РС клеток. Также в этом промежутке времени с его спины вырестают кагуны в форме хвоста многоножки, которые он получил, поглотивши другого гуля. Способности канеки очень полезны и интересны, а также довольно эффективны. Однако требуют пропитки, поэтому ставлю всего 4 балла. Я же Логану поставлю 5 баллов, ведь его регенерация достаточно сильна, чтобы воскресить его даже из мертвых. А его фирменные когти недавно приобрели способность к саморазогреванию, к большой температуре. Следующий наш критерий это интеллект. Логан качественный стратег, а также прожил около тысячи лет и был военным, что является довольно важным фактором. На момент второго сезона Канеки является знатоком литературы, но еще не имеет опыта в детективном деле, а также в работе на организацию по поимке гулей. Данная версия Канеки даже не получила детективных навыков. Ценительство литературы совсем слабый фактор в данном критерии, не говоря уже про возраст. Поэтому ставлю всего 2 балла. Логан является отличным стратегом, а также имеет достаточный боевой опыт в этой области. Но его гением не назовешь, поэтому я поставлю ему 4 балла. А следующим важным критерием для наших персонажей является психическая стабильность. Логан постоянно предстает в идее арсного, голоднокровного и свирепого воина, который становится еще безумнее в режиме берсерка. Канеки в обсуждаемый нами период еще не имеет так много личностей, как в последующих сезонах. Хотя его психика уже расшатана. Ведь из-за того, что он поедал другие гулей, ему начали мерещиться видения с этими же гулями, которые не очень приятно влияли на психику. Так как в данной версии нет такого количества личностей, да и психика расшатана в естественном и не самом сильном порядке, могу поставить 4 балла. С Логаном тут все сложнее. Ведь он часто сражался, терял своих близких и переживал такие события, после которых многие сломятся. Но все же он остался вполне психически уменяем. Но его режим берсерка часто-то может навредить тем, кого он любит. Что, к примеру, было продемонстрировано в комиксе Старик Логан, хотя там есть свои оговорки. Кроме того, в голове Логана были несколько закатированных фраз, которые сводили того с ума. Также можно вспомнить тот момент его жизни, когда он был частью оружия Икс и полностью сошел с ума, скатившись до первобытного зверя. Поэтому я поставлю 3 балла. Критерий, без которого мы не могли обойтись в этом сравнении, это оружие наших персонажей. Атоматевые когти Росомахи способны разрубить предмет на уровне клеток или молекул, а в последних комиксах стали способны нагреваться до 1000 градусов на постоянной основе. У Канеки времен второго сезона есть несколько видов кагуна, среди которых есть щупальца и некое подобие хвоста многоножки, которые он заполучил, поглотивши плоть своего собрата Гуля. В обычном состоянии кагуны Гули являются достаточно прочными, чтобы выдержать выстрел из крупнокалиберного оружия, а также достаточно прочные, чтобы разрывать человеческую или плоть своего собрата. Единственным минусом данного оружия является то, что против него в мире Канеки уже придумали свою альтернативу с клеток других гулей, что может спокойно рубить кагуны. А также существует газ, который заставляет кагуны разрушаться или по крайней мере терять прежнюю прочность. Оружие Канеки очень полезно, способно регенерировать, исходит от тела и довольно непробиваемо. Однако эти свойства можно отменить, в отличие от Калтера Самахи, поэтому могу поставить лишь 4 балла с маленькой натяжкой. Лохану я также поставлю 4 балла, ведь хоть его оружие и действительно нельзя никак изъять из его тела, но оно не является таким эффективным, так сказать. Ведь чисто технически кагуна Канеки намного сильнее, чем когти. Ведь они работают только на близкой дистанции, и Лохану нужно подбежать к противнику и нанести удар. Когда же Канеки имеет преимущество в том, что он может держать своего противника на расстоянии. Кроме того, как вы наверняка уже узнали из фильма «Старик Лохан», или же уже слышали в данном ролике, Адамантий блокирует часть регенеративных способностей Лохана, а также заставляет его идти ко дну, когда он оказывается в воде. Следующий критерий, о котором я чуть не забыл, это физические навыки. Лохан обладает сверхчеловеческой регенерацией, реакцией и ловкостью. Также его органы намного сильнее, чем у человека. Канеки является голем, что значит, что его физические навыки намного сильнее, чем у обычного человека. А на момент второго сезона он превосходит большинство гуль, ведь успел поесть немного своих собратьев, что многократно его усилило. За физическое превосходство не только над обычными людьми, но и над гулями ставлю Канеки 5 баллов. Лохан, безусловно, намного сильнее обычного человека, но он вряд ли является настолько же сильным, как гуль, а тем более усовершенствованный гуль, как Канеки. Поэтому я поставлю 3 балла. Следующий критерий, который мы никак не могли упустить, это регенерация. Способности к регенерации уже были озвучены. Они даруют многовековую жизнь и полное самоисцеление. Хотя есть несколько персонажей с более совершенной регенерацией, чем у Росомахи. Как и все гули, Канеки имеет способности к регенерации, но в его мире уже давным-давно придумали, как бороться против неё. И это уже ранее упомянутые оружия, созданные из клеток гулей, и специальный газ, который оставляет не только кагуны, а и самый миг гулей. Кроме того, гули не могут отрастить себе новое тело с головы, или же, лишившись большей части органов, встать, как ни в чем не было, и продолжить драку. Регенерация Канеки выше, чем у обычного человека, но не провосходит гулей. И его можно убить специальным оружием. Поэтому ставлю всего 3 балла. Логану же я поставлю 5 баллов, ведь его регенерация является практически мгновенной. Кроме того, то, что нам показывали, не пик его регенерации, а ослабленная версия из-за адамантии. А как мы помним, Логан уже за адамантиевым скелетом сумел пережить атомный взрыв. Последним нашим критерием, но не по значимости, является боевой опыт. Финс Холли участвовал во многих мировых сражениях и почти во всех супергеройских митвах. Канеки Кен на время событий второго сезона еще не имеет большого боевого опыта, но уже успел сразиться с множеством гулей и даже освободить несколько районов от организаций, их уничтожающих. Боевой опыт данной версии Канеки несомненно ниже, чем у Логана. Однако при учете возраста и определенного количества сражений могу поставить 2 балла. Логану я поставлю 5 баллов, ведь он прожил 200 лет, за которые он успел сразиться с множеством как обычных людей, так и мутантов, поучаствовать в множестве известных войн, а также супергеройских событий. Ну что ж, пришло время подводить итоги нашего сравнения. В общем итоге Канеки получил 24 балла. В общем итоге Логан победил с результатом 29 баллов. Прошу не расстраиваться тех, кто смотрел данный ролик. Это всего лишь наше субъективное оценивание. Так что, если бы вдруг случился бы кроссовер Марвел и такие склагуля, возможно бы Канеки Кен и победил бы. А на этом у нас все. С вами был Доктор Немезис и до новых встреч!